Беспилотное такси и роботы-курьеры. Это не фильм о будущем, а реальная жизнь города Иннополис, Республики Татарстан. Ему всего 11 лет. Кого уже вытеснил искусственный интеллект и почему в городе будущего должен побывать каждый? Расскажем в третьей серии нашего спецпроекта «Из Сибири в Татарстан». Здравствуйте, у вас есть заказы, я вам покажу. Спасибо. Как здорово. Официант, которому не нужно оставлять чаевые, он точно не забудет, куда принести заказ. Десятки камер туристов направлены на этого маленького помощника. Пока он отвозит кофе за нужный столик. Местные же привыкли к этому зрелищу. Обычный город, беспилотник, беспилотник, ровер там едет. Для тебя это обыденность в любом случае становится. Юрий переехал в город будущего из Казани примерно два года назад. Чуть позже сюда перебрался его друг Семен. Говорят, вы Иннополис влюбились сразу. Я тоже позже. Я прям балдею. Потому что там, за пределами, это уже другая суетливость, другая лежуха. Это все вот так, но в идеальном обществе очень похоже. За рождение. Иннополису всего 11 лет. Это самый молодой город в России, где есть своя больница, школа и мэрия. Хотя местные не любят это сравнение, но Иннополис это отечественная кремниевая долина. Трудятся здесь в основном айтишники. Даже образование в местных школе и университете профильное. Этот университет появился еще раньше, чем город. Сейчас здесь обучаются около тысячи студентов. И все программы, которые они проходят, ведутся только на английском языке. По улицам колесят роверы. Это еще одни робопомощники, которые заменили курьеров. Они доставляют еду и корреспонденцию. Искусственный интеллект вытеснил здесь еще и водителей. По Иннополису курсирует беспилотное роботакси. Проехаться на нем можно абсолютно бесплатно. Но есть одно но. Оно может встать только на специальных остановках. Ближайшее от нас находится вон там, всего в 100 метрах. Сейчас мы туда и пойдем. Ну все, вызываем. Показывает, что приедет через 4 минуты. Бежать навстречу такси, как оказалось, плохая идея. Робот считает, что мы препятствие, которое нужно объехать. Так что лучше ждать беспилотник в обозначенном месте. После посадки система не начинает движение, пока все пассажиры не пристегнут ремни. Так, все, здесь появилась кнопка «Зачать поездку». Нажимаем. Даже в снежный день система знает, где пешеходные переходы, а где двойная сплошная. В машине все-таки сидит еще один человек – водитель-испытатель на случай, если система выйдет из строя. А вы скажите, а вам уже приходилось, допустим, в управление вмешиваться, нет? Нет? Просто сидите и наблюдаете? Машина едет очень плавно, держит скорость 40 км в час, везде включает поворотники. Очень аккуратно тормозить. И, кстати, если отстегнуть этот ремень, то машина сразу остановится. Систему тустируют уже 4 года. А после того, как машина выполнила заказ, она продолжает ездить по улицам, а не стоит на месте. Но главное в городе, по мнению местных, не технологий, а безопасность. За прошлый год здесь совершили всего 34 правонарушения. За этим спокойствием сюда перебираются даже из других стран. Дома здесь похожи на декорации к фильму о будущем. Даже парки и скверы выглядят так, как будто их придумали на другой планете. И каждый турист здесь может почувствовать себя представителем уже другой цивилизации.